Самые интересные и последние новости на нашем канале. Подписывайтесь и будьте узнавать о них первыми. Больше новостей на нашей странице в инстаграме, ссылка в описании. Исчезновение подростка Влада Бахова окутано множеством слухов. Особенно много вопросов и домыслов на тему найденных останков. Останки еще не прошли генетическую экспертизу, однако обувь и фрагменты одежды были опознаны родственниками. Их нашли в мелиоративном канале 29 января 2020 года, поисковики отряда Сальвар. Неделю спустя наступил день невероятных совпадений. 29 января вряд ли кто-то мог предположить, что в этот момент, когда родители Влада Анастасия и Андрей отправятся на встречу главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, останки их сына наконец-то найдут в Демидовском лесу. И всего в полутора километрах от того рокового места, где 6 апреля прошлого года компания подростков отмечала день рождения. Именно на этот день с Альваром были назначены по инициативе МВД Смоленской области очередные поиски. Специалисты поискового отряда совместно с добровольцами работали оперативно. Около 12 часов 30 минут останки были найдены. Влад лежал всего в 1300 метров от того шалаша веранды. Об этом сразу узнали и родители Влада, находящиеся в тот момент в Москве. Смоленские чиновники также быстро отрапортовали на совещании, что предположительно найден Влад Бахов. По словам поисковика, во время весенних поисков канал был в разливе и тело, по всей видимости, было основательно спрятано. Всплывшие кроссовки помогли установить местонахождение. Часть останков поросла мохом, а значит тело находилось там давно. Кроме того, кости не разбросаны, а кучно лежат в том же положении, в каком и должны лежать. Патологоанатом уверена, что если скелет лежал в естественном виде, то он не подброшен. По словам эксперта, собрать все косточки на месте и правильно их разложить может только патологоанатом с большим опытом работы. Это к версии о подброшенных останках. Вряд ли кто-то стал бы вызывать эксперта раскладывать все косточки в виде скелета. Не вызвал у эксперта сомнения и тот факт, что от тела почти ничего не осталось. Август был крайне засушливым и жарким. Пересохли озера Каспля и река Каспля в Демидовском районе. Был отмечен мор рыбы. Вполне вероятно, что мелиоративный канал также пересох и полчища муравьев, других насекомых, птиц и зверей в поисках еды сделали свое дело. Теперь, когда уже понятно, что на протяжении всех этих 10 месяцев тело Влада лежало там, остается только один вопрос. Была ли его смерть криминальной? На этот вопрос ответят московские специалисты после тщательной экспертизы. Пока же в отношении смоленских следователей Александр Бастрыкин назначил проверку. Сегодня назначена дата выхода очередной программы Андрея Малахова, которая, возможно, прольет свет на обстоятельства дела.